Привет, меня зовут Александр, я мастер по ремонту стиральных машин и сегодня я расскажу, как выбрать самую надежную и классную стиральную машину. Видео будет длинным, так что я присел, чего и вам желаю. Потратьте, пожалуйста, полчаса своего времени на просмотр полностью этого видео, без перелистывания, без просмотра концовки. Я вам обещаю, что к концу видео вы абсолютно по-другому будете смотреть на выбор стиральной машины, либо холодильника, либо любой другой бытовой техники. Видео будет состоять из пяти частей. Первая часть, это мы расскажем о брендах, какие бренды существуют, почему нужно на них или не нужно на них ориентироваться. Второе, мы расскажем, стоит переплачивать, не стоит переплачивать за бренд. Третье, мы расскажем, какие моменты нужно обратить при выборе стиральной машины, куда смотреть, что заглядывать и так далее. Четвертое, мы классифицируем все стиральные машинки относительно бюджета, относительно надежности, относительно функционала и так далее. И пятое, мы расскажем, как сэкономить 10, а то и 15% от стоимости новой стиральной машины. Мы не просто так заклеили название бренда на этой машинке, она здесь только фон, так же, как и эти старые мамонты. Это фон, это больше, конечно же, красивая картинка к реальному сервису, который находится чуть правее, это не имеет отношения. Там все грязно, некрасиво, вам не понравится эта картинка. Я вам хочу рассказать о своей компетенции и на основании чего я делаю выводы, вам все это рассказывает, почему вы должны слушать меня. Я занимаюсь ремонтом стиральных машин больше 10 лет. Если вы посмотрите наш канал, то увидите там и узкоспециализированные какие-то видео, уроки какие-то для мастеров, то есть какая-то интересная информация, еще что-то. То есть очень много всего. У нас есть сайт sv19, где больше 5000 мастеров из 16 стран. У нас интернет-магазин, сервисный центр, свои программы, свой инструмент. Мы в этой теме очень давно варимся и достаточно компетентны в ней. Я лично работал в сервисном центре как в городе с населением 20-30 тысяч населения, провинциальный небольшой городок, так и в Москве работал, в самом крупном сервисном центре. Не буду называть его название. И сейчас у меня свой сервисный центр в городе Ярославль. Можете перейти в мой инстаграм, посмотреть. Если у вас есть какие-то личные вопросы, пишите в инстаграм. Я отвечаю только в инстаграм, в видео я отвечаю только первые два дня после публикации. Потом оно уходит, я уже не успеваю отследить. То есть если есть какие-то вопросы, пишите в мой инстаграм. Я постараюсь что-то вам ответить. Итак, стиральные машинки. Все задают один и тот же вопрос. Все клиенты задают один и тот же вопрос. И одну и ту же формулировку придерживаются. Какую лучше стиральную машинку купить? Индезит или Бош? Или Ордо или Беко? То есть и все. Меняется только название этих брендов. На вопрос, почему именно между ними выбираете, клиент говорит, что я выбираю, потому что у меня у соседа была Индезит. Она у него 15 лет отслужила. А у меня Беко, она сломалась через год. Представляете? То есть в чем разница между статистикой и частным случаем? Сейчас дальше будет очень много нудятины, но послушайте, пожалуйста. Пожалуйста, послушайте. То, что вам говорят по телевизору, то, как вас убеждают выбирать между тем или иным брендом, это все лишь иллюзия. Не существует выбора у вас. Вы выбираете между Индезит или Арестон? Одну секунду. У меня в руках коробка сливных насосов для Индезита. Вот этот насос. Он стоит на всех стиральных машинках Индезит. Также я могу легким, волшебным своим движением руки достать сливной насос для Арестона. Он стоит на всех стиральных машин Арестона. Также я могу достать сливной насос для Самсунга. Он также находится в этой волшебной коробке. Причем не аналоги. Нет. Это реально родной сливной насос. Я сейчас могу сходить за коробкой нагревательных элементов или ремней, или сальников, или подшипников. Сами производители не производят ничего, кроме одной вещи. Шильдика, который они наклеивают на готовую стиральную машину. Почему? Как вы думаете, куда делись заводы Вятка? Куда делся завод Стенол? Все же помнят в холодильнике Стенол? Куда этот завод делся? А сейчас там клепают в холодильнике Индезит, Арестон. Хозяева завода русские. Но у них контракт с итальянцами. Точнее, даже уже не итальянцами, а американцами. Потому что американцы владеют Вирпл, Индезит, Арестон и еще кучей брендов. И приходя в магазин, вы выбираете среди американской продукции. Думаете, может быть это, а может быть то. Это не выбор. Это выбор сделали за вас. То есть за вас уже все выбрали. За вас уже сделали вывод, что есть человек, у которого, грубо говоря, 10 тысяч есть на стиральную машинку. Ну ему вот такую. У этого есть 20 тысяч. Ему вот такую. А этого 30 тысяч. Ему вот такую. И вы, когда вы приходите, уже все решили за вас. То есть вы уже купите именно ту, которую должны были изначально купить. Люди для этого выстраивают маркетинговую политику, выстраивают рекламу в СМИ, платят процент продавцам за продажу определенного того или не того бренда. Об этом мы еще поговорим. Но все, что касается относительно бренда, выбора между Индезитом или Ристоном, АЕГ или Электролюкс, Бош или Сименс, забудьте. Не существует брендов, ни в каком понимании вашей информации неправильной. Я понимаю, что вашему мозгу сейчас будет тяжело осознать то, что... А как же тогда выбирака? У вас начнет сейчас паника, вы начнете сейчас писать обидные комментарии, какие-то оскорбления, еще что-то. Нету, ребят. Я вам показал сливные насосы. Я могу съездить на производство, где никакого отношения не имеет ни названия бренда, ни то, к чему это относится. По поводу того, что вот Индезит там, допустим, надежный, к примеру, Индезит надежный, а Беко, к примеру, ненадежный. Это частный случай. Есть понятие частного случая, есть понятие статистики. Если бы у вашего соседа было 100 машинок, а лучше 1000 разных брендов, и их была определенная партия, и они все стирали с одним и тем же напряжением, одинаковое количество циклов, и на основании этих данных вы бы получали среднюю статистику поломок, тогда можно делать вывод. Вы взяли один частный случай, и на основании его, обо всей партии, сделали вывод. Представьте прилавок с большим количеством помидорок, и одна помидорка тухлая. Вы вслепую подходите, берете рукой, суете ее в рот, и оказывается тухлая помидорка. И вы думаете, что все тухлое. Нет, это неправильное осуждение. Но вы приняли так считать, что вам проще так, производителю проще так конкурировать с друг другом. По сути конкурируют американцы, их бренды Вирпл, Индези, Ристон, там их много. Европейцы, это Электролюк, Зануся, ЕГЭ и так далее. Корейцы, LG, Samsung, Kia, Hyundai, LG, Samsung, у них два выбора из двух, и ты выбираешь. Конкурируют какие-то континентальные группировки, им проще так конкурировать за вас. Выбор, то есть производителю бытовой техники, все равно за какую сумму сделать стиральную машинку. Он может ее сделать супернадежной, и она будет стоить 100 тысяч рублей, а может сделать супердешевой. Но она будет ломаться каждый месяц, понимаете? То есть ему все равно. Он относительно своего бизнес-плана выстраивает, что давайте мы будем заходить на сегмент богатых людей. Соответственно, они выбирают одну стратегию. Вторые говорят, давайте мы будем продавать машинки в России. Тогда мы будем продавать самые дешевые и самое-самое-самое-самое плохое. Не то что плохое, самое ломучее, самое недолгоиграющее, самое неремонтопригодное и так далее. Я не говорю, что в России все такие стиральные машинки. Но есть одно правило. Если в стиральной машинке разделить по группам, то они делятся, грубо говоря, на три группы. И сейчас это до 20 тысяч дешевый сегмент бюджетной стиральной машинки. От 20 до 40 средний ценовой сегмент средней машинки. Они уже, конечно, лучше, чем дешевые. Они уже, конечно, по наворочении. Там где-то какие-то дополнительные функции. Какие-то более известные бренды для вас. Опять-таки, откуда они для вас известны? Потому что вы видели где-то рекламу. То есть бренд рекламировал. Бэрленд тратил маркетинговые бюджеты в продвижение своего имени. Если вы это знаете, значит, вы просто видели эту рекламу. То есть, может быть, вы с ним сталкивались. Но, опять-таки, у вас нет четкой статистики. Вы не покупали 100 стиральных машин и не испытывали их в одинаковых условиях. У вас нет четкого понимания. Поэтому нельзя, когда спрашивают мастера, некоторые мастера говорят, что Индезит Арестон, да они вообще говно, мне вот не нравится, мне там этот. Некоторые мастера говорят, что там, а мне Самсунг вообще не нравится. То есть, это бесконечный спор. Это спор, не имеющий никакого ответа. То есть, его нет, его не существует. Сам предмет вопросов, сам формулировка вопроса, она подразумевает спор и не подразумевает четкого ответа. Почему? Потому что мастер формирует свой ответ и свое мнение о надежности того или иного не только относительно надежности. Он может не разобраться с проблемой какого-то модуля, или ему будет неудобно, проблематично что-то ремонтировать, и он сделает вывод, что это плохая стиральная машинка. Пользователь же, он ей пользуется, он ее не ремонтирует. У него другие критерии. Это первое. И второе. Мастер не знает, сколько этих машинок продали. То есть, если ему сказать, что Индезит машинки плохие, у нас каждый день в ремонте Индезит. Да, но сколько их продали, может быть, 95% продаж это Индезит? И количество поломок уж и не такое и великое. Понимаете, и здесь можно бесконечно строить догадки. И вся эта информация, она вся ложная. Сосед не верим. Мастер не верим. Продавец чуть позже расскажу, тем более не верим. По поводу деления стиральных машинок 20 тысяч, 40 тысяч. То есть, вот этот предел ниже 20, от 20 до 40 и больше 40. Я вам сейчас расскажу одну историю. И вы немножко по-другому начнете на это смотреть. До кризиса, когда доллар стоил 30 рублей, стал стоить 60 рублей. Все производители, насколько вы знаете, они все считают свою прибыль в долларах. До кризиса они продавали, грубо говоря, стиральную машинку за 20 тысяч рублей. Доллар стоил 30 рублей за это. То есть, это где-то там 600-800 долларов они продавали стиральную машинку. Тут доллар стал стоить 60 рублей. А у людей зарплаты остались такие же. И стиральные машинки не подорожали. У вас не закрадывается сомнение, почему так? Почему? То есть, раньше они производили по 600 долларов, да? А тут им надо вдруг стало производить по 300 долларов эти стиральные машинки. Каким образом это можно сделать? Очень легко. Клееные баки. Второй подшипник. 200, второй, это вот такусенький подшипник на баке, стиральной машине, вот таком вот баке. 200, второй подшипник. Баки неразборные. Алюминиевые сливные насосы с алюминиевой обмоткой. Нагревательные элементы, у которых стеночка как фольга. Она через год, через два просыпается в хлам просто-напросто. Все это приводит к какому-то отдаче их. То есть, снижению стоимости, но не до конца. Но, а до конца их добивает то, что эта машинка может отслужить максимум 5, ну 7 лет, это прямо в край. Люди приходят к нам каждый день в сервисный центр и говорят, я год назад купил стиральную машинку. Она сломалась, там прямо, ну там резинка воняет, подшипники развалились. Пришли, смотрят ТЭН под замену, помпа под замену, щетки чуть-чуть осталось. Понимаете? То есть, и ты смотришь на это на все, думаешь, как? То есть, раньше, до кризиса, до изменения курса доллара к рублю, стиральная машинка была рассчитана на цикл, грубо говоря, 10 лет. Сейчас производители сделали так, что этот цикл снизили до 5 лет. Соответственно, за эти 10 лет вы два раза купите по 300 баксов стиральную машинку. И производитель заработает те же 600 баксов на вас. Так что, ну, все по-честному. Еще одна ошибка при выборе стиральных машин, это выражение «Я не буду переплачивать за бренд». Я прямо вот, ну, схватил свою удачу и вершины интеллекта. Ребят, переплата за бренд – это обоснованная и правильная позиция. Почему? Я вам сейчас расскажу. Мы занимаемся производством съемников для подшипников бака стиральных машин. Занимаемся этим вот уже больше пяти лет. За пять лет мы сначала первые версии я изготавливал сам. Потом первая версия, она отслужила чуть-чуть, сломалась, даже, по-моему, не достала подшипники. Заменили гайку, заменили шпильку. Потом длины шпильки оказалось недостаточно. Ее надо было удлинять. Модернизировали сухари для достаточно наружных обоим. Потом экспериментировали с калкой. Потом с покрытием. Потом еще еще. И очень-очень много за эти пять лет было изменений в нашем продукте относительно вот этого съемника. То есть мы производим и экраны, там всякие, клещепрокол, еще что-то. То есть достаточно много специализированных инструментов, которые можно купить только у нас. И вот рассказывая историю съемника, за пять лет у него было много-много версий. Каждая версия была чуть-чуть лучше, чем предыдущая версия. Если сейчас брать эту версию, она практически идеальна. Она, ну там выверено все настолько, что мы уже не знаем, что там отапгрейдить. Но те люди, которые сейчас пытаются что-то подобное сделать, там еще что-то, да, они, может быть, смогут предложить более низкую цену. Может быть, опять-таки. Но они не будут знать, какую температуру колить шпильку. Они не будут знать, как ее отпустить. Они не будут знать, какая длина должна быть к гайке, какая диаметра сухарей, там прочее, прочее, прочее. Я могу бесконечно перечислять тоненькие особенности и маленькие нюансики, которые невозможно осознать, понять, не пройдя какой-то временной путь. То есть нельзя ребенка родить раньше девяти месяцев. Для этого нужно время. Ребенок рождается через девять месяцев. То есть сколько бы у вас денег не было, как бы вы сильно этого не хотели, девять месяцев, все. То есть нужно время. Любой бренд, возьмите Бош, Роберта Боша возьмите. Это выдающийся человек, конструктор, изобретатель. Возьмите АЕГ, которая поставляла оружие еще для Первой мировой войны. Возьмите какие-нибудь, не знаю, Липхер. Холодильники Липхер, они делают башенные краны. Башенные краны одни крупнейшие. Они производят холодильники для этого. Произвести холодильники для них, это вот так вот. Понимаете? Да, это переплата за бренд. Но переплата, она откуда берется? Как она формируется? Потому что у бренда была история. Он знает, на каком болтике нужно сделать фасочку. Где нужно корпус из такой стали, где нужно из такой. Где нужно здесь сделать срезку, здесь нельзя сделать. Где нужно какой подшипник применить. Да, сейчас заходят китайские производители. Да, они продавцам в магазине платят больший процент, нежели какие-то другие бренды. Но это иллюзия того, что они действительно могут. Они могут сделать похожий. Можно сделать телефон как айфон. Лучше айфона нельзя сделать айфон. Потому что айфон это айфон. Можно сделать самсунг хороший. Айфон хороший. Еще какой-то телефон там. Можно сделать как самсунг, как айфон. Но вот это как будет всегда лишь догонялкой до оригинала. Понимаете? То есть, если про стиральные машины говорить, про иллюзию того, что я не буду переплачивать за бренд. Забудьте вы про это сочетание. За бренд переплачивать нужно и можно. Если у вас на это есть денежные средства. Не нужно экономить. Не нужно жмотиться. Вы потом переплатите на вторую, третью покупку. Но стоит помнить, что статистика вещь крайне беспощадная. И можно купить стиральную машинку за 150, за 200 тысяч. И она сломается. Да, в нашей практике были такие стиральные машинки. Которые немецкие, мили. Которые стоят по 150, по 120 тысяч. Человек купил и она у него через год сломалась. Он говорит, я заплатил, что я бы мог 4 Самсунга купить. Или там и... Я говорю, ну вы понимаете. Вот смотрите, я ему открываю. Там схема внутри. Все сделано офигенно. Все. Ему просто не повезло. Ну не повезло. То есть он попал в ту процентовку, которая... Вот которым не повезло. У каждого бренда своя эта процентовка. Эта процентовка не брендом определяется, как многие считают, а ценой изделия. Как я уже говорил, что не имеет разницы сами производители, сами бренды ничего не производят. Имеет разница, сколько стоит продукт в магазине. Если стиральная машина стоит до 20 тысяч, вероятность, что она сломается одна. Если стиральная машина стоит 50, 60, 100 тысяч, то эта вероятность, она существенно ниже, чем в первом случае. Но она все равно есть. То есть нужно это понимать, что ну не повезло вам просто. Что делать? Но по крайней мере вы изначально сделали правильный выбор и относительно своего бюджета сэкономили чуть-чуть. Но я хочу вам сказать, что еще два пункта я хочу рассказать. Первый. Продавцы в магазине. И второй. Как сэкономить на покупке новой 10-15 процентов. Очень интересный пункт. И сначала по продавцам. Продавцы. Продавец в магазине получает заработную плату. Заработная плата формируется относительно его индивидуальных продаж. Есть минималка, к ней плюсуются продажи с каждого устройства. Каждый бренд это разный процент продаж. То есть вы приходите, вы говорите, вроде я хочу вот индивид купить. Вот мне вот кажется, что индивид это вот прям вот хорошо бы. Может быть. Может быть вы правы. Может. Вопрос в цене. Если вы пришли с 20 тысячами, то и покупайте машинку за 20 тысяч. Не стоит выбирать. Может это, может что. Ну посмотрите на ручки. Посмотрите на функционал. Все равно вы будете стирать на двух программах. Быстрая стирка и подольше стирка. Все. Вы больше ничем не будете пользоваться. Я вас уверяю. Это 99% пользователей так. Пользуются две программы. Какие там окошечко для носочка. То есть вы за это готовы переплатить лишние 10 тысяч, чтобы носки докидывать. То есть вы вдумаетесь в тот бред, который вам втюхывают маркетологи. У него прямой привод. Он лучше там, чем коллекторный. Там же вот нет щеток, нету ремня. Ну и что? Но там есть залитый модуль, которые ломаются гораздо лучше. Если здесь он открытый, то там он залитый. Все равно по надежности они будут соответствовать той ценовой политике, за которую вы ее купили. Нет исключений. Нету правил. Забудьте это. То есть нету волшебной пилюли. Никто вам не скажет, что купи беко и будет вооо. Нет. Этого не существует. По продавцам. Продавцы получают свой процент от какого-то до какого-то. В зависимости от продаж того или иного бренда. Даже если вы придете спросить к продавцу, что ну вот как вот эти нормальные, наверное, скажут, да конечно, ну вообще ни одного возврата не было. Конечно же не было. Потому что сломанная техника возвращается не в магазин, где купили, а в сервисный центр. Это два абсолютно разных здания в абсолютно разных краях города, даже может быть в разных городах. То есть продавец он и не видит, сколько техники сломалось и вернулось в сервисный центр. А сервисный центр не видит, сколько продали этой техники и не могут сделать вывод в процентном соотношении от общего числа продаж. То есть ни продавцу, ни мастеру верить смысла нету. Они оперируют узкими данными, не связанными с реальностью. Поэтому я заклеил этот бренд стиральной машинки, потому что я не знаю какая стиральная машинка лучше. Но я знаю как выбирать стиральные машинки. Их нужно выбирать по ценовой политике. То есть если у вас есть 20 тысяч или меньше, лучше подкопите, возьмите кредит, либо отремонтируйте вашу старую. Мастера сейчас в комментариях нам помогут, напишут город, номер телефона, ремонт стиральных машин. Напишите мастера, если вы смотрите это видео, люди подумают, стоит ли им покупать новую стиральную машинку, которая сломается через 2 месяца после покупки, и потом ремонт будет 60 дней. И он ничего не... он будет звонить на горячую линию, люди приходят, чуть не плачут бабули. Мы к ним ездим там за 50% скидки, понимаете, то есть чтобы хоть как-то решить проблему. Потому что 60 дней, она там, она инвалид, она не может, ну, семьи многодетные, 60 дней сервисное обслуживание. Вот вас 60 дней будут мурыжить, потом скажут, что запчасть задержалась, у вас еще 30 дней, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Напишите мастера свои контакты, если у вас есть еще стиральная машинка, ремонтируйте обязательно. Если она куплена до 14, там 13, когда вот доллар скакнул, до этого момента куплена, лучше отремонтировать текущую. Вызовите хорошего мастера, посмотрите на сайте sv19, мастера, которые там занимаются, отвечают, комментируют. Увидите, что человек активный, что он активно с вашего города. Напишите ему, то есть это хороший мастер. Как сэкономить 10, а то и более процентов на покупке стиральной машины? Все видели NVIDIA, Eldorado, что, в принципе, одно и то же, там, ну и куча всяких этих, все равно одному и тому же принадлежит. Ну, не суть. Все видели беспроцентная рассрочка 0,024 или что-нибудь такое. Вы приходите, у вас реально на кармане 30 тысяч рублей. Вы приходите в магазин, говорите, я хочу купить в рассрочку 0,034, там 0,036, ну, беспроцентную рассрочку. Они вас проводят к менеджерам, оформят на вас не рассрочку, а кредит, заявку на кредит. Но процент по этому кредиту возьмет частично на себя банк, сделает его очень маленьким, да, этот процент, и возьмет магазин, сделает на этот процент скидку просто-напросто. В условиях договора нужно очень внимательно прочитать, можно ли досрочно погасить этот кредит. Вы берете этот кредит и через день-два после покупки закрываете, у вас же деньги на руках, вы за 30 тысяч покупаете машину, 30 тысяч у вас на руках, 3 тысячи 10% первоначальный взнос. Вы взносите, через этот, закрываете, и вам возвращают стоимость вот этих процентов, стоимость той скидки, которую магазин сделал на покупку. То есть, но, важная особенность, первое, вам будут навяливать страхование жизни, которого вы можете спокойно отказаться и сказать, да, отсылайте мою адкету без страхования жизни. Мы посмотрим, если что, заново переоформим, вам будут говорить, что потом повторно нельзя, там еще что-то, то есть они всем навяливают, это стандартная практика. Второе, в некоторых случаях кредиторы, те, которые дают кредит, они все это знают, они могут вам сказать, что в условии договора прописать досрочное погашение невозможно. Тогда вы автоматически, ну, ни на что, по крайней мере, не попадаете, но, по крайней мере, в течение, там, какого-то периода вы этими деньгами, которые у вас на кармане, вы можете ими пользоваться. И если вы их, там, вот как я, допустим, занимаюсь запчастями для бытовой техники, я их могу потратить на запчасти, эти запчасти продать, за этот год, там, эти деньги крутнуть 3-5 раз, да, и уже заработать, и, как говорится, чуть-чуть подзаработать на этом. Вот, но, это в конкретном моей ситуации. Если ваши, если у вас эти деньги лежат про мертвым грузом, вы сомневаетесь в своей юридической компетенции, что вы четко прочитаете все условия договора, не соглашайтесь на это, платите сразу наличными ту сумму, которая есть. И теперь давайте подведем итог, как нужно выбирать стиральную машину. Первое, вы не ориентируетесь на бренды, на мнение соседа, даже мастера, и тем более продавца. Второе, вы смотрите на, не на функционал машины, а просто на внешний вид. Все они беленькие, квадратненькие, все функции вам будут абсолютно не нужны. Выбирайте самое простое изделие, которое по цене вам соответствует. Третье, переплата за бренд, это нормально, это обоснованно, и просто так нельзя продавать китайское говно с хорошей ценой. Оно не будет продаваться, никто не будет покупать. А Бош покупать будут. Я не говорю, что Бош нужно покупать. Я еще раз говорю, что не существует брендов, выбирайте, нет носительных брендов. И четвертое, я желаю вам просто удачи. Просто вот тупо везения, чтобы вам повезло. Потому что если вы купили стиральную машинку, приняли ее у себя дома, если у вас доставка, или же забрали сами с магазина, то назад вы ее нифига не вернете. Почему? Потому что по закону о защите прав потребителей, в 14 дней вы можете вернуть только товары надлежащего качества, за исключением технологически сложных устройств, коими является стиральная машинка. То есть, если она вас не понравилась, не включилась, еще что-то не сделала, вы вызываете, не звоните в магазин, а вызываете сервисный центр. Они вам приедут, скорее всего там через полгода отремонтируют, но полгода вы будете сидеть без машинки. Поэтому перед покупкой, перед тем как забрать, перед тем как принять стиральную машинку, включайте, говорите, мне нужно на отжим ее. Я хочу на отжим. Для запуска на отжиме программы не нужно ни вода, ни канализация, ничего не нужно. Даже транспортировочные болты не нужно откручивать, потому что это запуск на отжиме без белья. Если вам скажут, что нет, мы не будем, тогда говорите, ну извините, тогда я не буду ее покупать. Я буду покупать только если вы ее включите на отжиме. Посмотрели внешний вид, чтобы нигде царапулек на корпусе не было, нигде помятостей не было. Были у нас случаи, когда ты приходишь на заявку, он говорит, мне привезли новую стиральную машину, когда она не работает. Мы приходим, а там бак расколот в хлам, там двигатель валяется рядом вообще. То есть пока грузчики пьяные несли, они ее уронили раз пять. То есть если есть какие-то повреждения, то внутри, скорее всего, есть тоже повреждения. Повреждения подвески бака. Ни в коем случае такую машинку не покупайте, не забирайте с магазина. И еще раз желаю вам удачи. Если вам понравилось это видео, оно было нудным, длинным, и все равно, я думаю, что оно вам понравилось и было полезным, палец вверх. Поделись этим видео обязательно в соцсетях своих. Если есть вопросы ко мне, и ты не знаешь, что выбрать, что купить, где купить запчасти, там и так далее, как это ремонтировать, пиши в мой инстаграм, ссылка в описании. Всего вам самого доброго, лучшего. Пока!